Лесопарк, ЦПКО, прилегающая территория Черезовских прудов и другие зеленые зоны областного центра. Всего порядка 106 гектаров за сутки обработали от клещей. Дирекция благоустройства города делает это ежегодно в сезон активности этих паукообразных. В работах по обработке принимала специальная установка на базе автомобиля «Газель», которая распыляла реагенты. Также проводилась ручная обработка в те территории, где нет возможности проезда автомобиля. Препарат, который использовался при обработке, полностью безопасен. И через сутки уже все жители нашего города вместе с животными могут посещать парки. Клещи проснулись от спячки в нашем регионе уже в конце марта. Тогда же в медучреждение с укусом этого паукообразного и обратился первый пациент. Случаев становится больше с приходом тепла и пробуждением природы. Особенно в майское время, когда популярность отдыха на природе набирает обороты. В отличие от городских парков и скверов, загородные зеленые зоны не так безопасны. Да и придворовые лужайки тоже нередко служат домом для клещей. Специалисты рекомендуют использовать репелленты и осматривать одежду после каждой прогулки. При этом стоит помнить, что кровососущая паукообразная передает заболевания, после которых могут быть осложнения. На территории Рязанской области клещи переносят болезнь, которая называется болезнь лайма, в общем-то, и вызывают эксодовый клещевой бролиоз. Последствия и осложнений, которые вызывает это заболевание, их достаточно много. И в целом они достаточно серьезные и могут сильно сказаться на здоровье человека. А в то же время это все очень легко предупредить. Своевременным курсом приема лекарственных препаратов определенных, которые назначает врач-специалист при подозрении на это заболевание, даже при просто случае инфицирования, случае укуса клещом. При этом удалять насекомое с кожи самостоятельно врачи настоятельно не рекомендуют. В случае укуса лучше сразу идти в травмпункт. Опасны клещи для братьев наших меньших, рассказывают ветеринары. Внутри клеща обитает паразит, бобезия, пероплазма и так далее, разные названия. Как только попадает на животное, заражает его, в результате чего, как минимум, начинается разрушение эритроцитов, так как паразит обитает непосредственно внутри эритроцита. И в дальнейшем уже, если владельцы чуть-чуть упустили этот момент, частенько бывает такое, что они, ну вот она что-то не ест, понаблюдаем, что-то съела не то, и потом в дальнейшем заболевание достаточно активно развивается, и можем столкнуться с такими проблемами, как какая-то почечная-печеночная недостаточность из-за того, что это крупный фильтр организма. Для того, чтобы обезопасить домашних животных от клещей на прогулке, существует сразу несколько способов – ошейники, капли, спреи и таблетки. Самые эффективные из них последние, рассказывают специалисты. После того, как питомец проглотил таблетку, она растворяется, и действующие вещества начинают поступать в кровь животного. Так, при укусе клещ погибает и не успевает заразить питомца. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».